Этой истории более двух лет. Все это время администрация курорта пыталась разорвать коммерческие отношения с Сочи-Водоканалом. Причина – некачественная работа этого предприятия. К примеру, только за прошлый год было зафиксировано более двух с половиной тысяч аварий на сетях. Постоянные порывы, серьезные аварии на водоводах, которые особенно в разгар, скажем, высокого курортного сезона, приводят к тому, что не один десяток тысяч людей остается без воды, и это длится постоянно, привело нас к тому, что мы просто решили забрать свое имущество обратно. С решением арбитражного суда о немедленном расторжении договора с Сочи-Водоканалом на предприятие представители муниципалитета пришли в пятницу утром. А уже вечером того же дня из разных концов центрального района стали поступать сообщение о перебоях с водоснабжением. Представители новой управляющей компании, которую назначил глава города, а именно МУП «Водоканал», стали выяснять причину. Тогда, когда мы пришли на объекты эксплуатации, мы увидели то, что водозаборные сооружения города Сочи были частично остановлены, а именно из 12 озер, 10 озер были осушены, а два озера даже не подготовлены к приему воды. На сегодняшний день нами предприняты мероприятия, заполнены 10 озер, которые готовы принимать воду для пополнения подземного горизонта водозаборных сооружений на реке Сочи. Восстановить полноценное водоснабжение центральной части города планируют к вечеру 4 сентября. Именно столько времени необходимо, чтобы запитать подземные резервуары. Параллельно будут выяснять, почему Сочи-Водоканал за день до расторжения договора прекратил подачу воды в озера. В других микрорайонах такая ситуация не может повториться, утверждают в водоканале. Там другая система подготовки воды. Тем не менее, специалисты МУПа держат ситуацию под контролем, уверяют руководство водоканала. Для этого есть и необходимые средства и ресурсы. В Сочи уже создана комиссия, которая оценит общее состояние водопроводных сетей и имущество канализационных станций. Важно понимать, что будет на балансе и за что браться в первую очередь. По словам первого вице-мэра курорта Муглиной Чермита, износ системы составляет около 70%. Несмотря на возможные большие затраты на модернизацию водопроводно-канализационной системы, в администрации города обещают тарифы снизиться. Уже объявлено, что платить меньше на 10% горожане будут за водоснабжение, на 30% за канализование. Обещают упростить и процесс подключения к сетям новых абонентов. На эту услугу установят постоянный тариф. А вот квитанции, которые пришли к горожанам за август, где получателям числится некое общество с ограниченной ответственностью АБВК Сочи, оплачивать не советуют. Делать вот такие платежи, оплаты на эти счета, достаточно опасно. То есть в чем опасность? В один прекрасный момент может выясниться, что Сочи водоканала нет, АБВК нет и, собственно, денег тоже нет. Мы, соответственно, эти деньги засчитать в счет оплаты не сможем. И людям, возможно, придется еще раз оплачивать те услуги, которые они уже один раз оплатили. Новые квитанции от муниципального предприятия «Водоканал» придут уже в этом месяце. И еще, как заверяют в мэрии, практически всех специалистов Сочи водоканала примут на работу на новые предприятия. Конечно, если они сами этого захотят. Елена Апсицына, телекомпания ФКТ.